И всем привет! С вами сегодня канал Мошенники звонят по телефону. И сегодня с вами я, его ведущий Влад. Сегодня у нас ночная премьера. Ночная премьера, как всегда, просвещена Лоха Брокеру. Потому что у нас бывает, конечно, разговоры с Бербанка, но в данный момент у нас будет Лоха Брокер. Лоха Брокер пытался обмануть, так сказать, на «е» то самое сделать, инвалиды-колясничника. Человек, перед тем, как ему стали звонить звонилки, вот эти вот Лоха Брокеры, указал в своей анкете, что он инвалид-колясничник. За время разговора он много раз пробросил, что он инвалид. И он надеялся, он знает, что такое Лоха Брокер, он просто надеялся, что Лоха Брокеры включат какую-то свою совесть, не захотят забирать у него деньги и наебывать его, так сказать, на деньги. Но, к сожалению, они решили это сделать и ничего их не остановило, кроме как подписчиков в конце, скажем. Вот, в конце вас ждёт жёсткий разгон масштабников. Вот, я думаю, всем вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также напишите комментарий под этим роликом. Ну, а мы можем начинать, погнали смотреть запись. Отлично, Денис, как себя чувствуете, как настроение? Нормально. Отлично, Денис, вы что, спали, я вас разбудил? Не, не спал. А, просто у вас голос такой? Ну, я таблетки пью. А, что, болеете? Ну, да. А чем болеете, Денис? Ну, у меня триммер. Ты триммер у меня. Ага. Понятно, Денис, подскажите, вот мы, получается, с вами не успели толком пообщаться, правильно? Перенесли связь, чтобы вам было удобно разговаривать, правильно я понял? Ну, я спать ложился, я таблетки пью. А, я понял, Денис, смотрите, еще раз повторюсь, вы прошли регистрацию у нас в компании повторно, вас интересует дополнительный заработок в сфере финансовых рынков, я правильно понял? Ну, не дополнительный, а основной, как бы, заработок. Основной, да? А, подскажите, Денис, опыт есть в данной сфере? Нет, нету. Нету, да? Да. А, то есть, может быть, друзья посоветовали, которые зарабатывают и торгуют? Не, я сам, ну, как бы, я дома целый день, вот, и я там в компьютере сижу, смотрю. Ага, понятно. Ну, вы же понимаете, Денис, что международный финансовый рынок, то есть инвестиционный бизнес подразумевает с собой инвестиции, правильно? Ну, да. Вот, то есть, чтобы заработать, необходимо вложить, понимаете, да? Конечно, понимаю. Вот, отлично, Денис, давайте об этом немножко попозже, давайте я вам расскажу о нашей компании, а потом с вами познакомимся, хорошо? Да. Отлично, Денис, смотрите, мы являемся международной финансовой компанией с 2008 года, но изначально с 2008 по 2015 существовали как аналитический центр, то есть предоставляли аналитическую международным банкам и брокерским компаниям. Заняв неоднократно первые места среди других аналитических центров, поняли, что можем больше. И с 2015 года уже осознанно основали брокерскую компанию и уже 6 лет мы сопровождаем и ведем своих клиентов, предоставляем обучение и готовые сделки в виде смс-сигналов. Более подробно со всеми документами я вас ознакомлю на нашем тренинге. Вам все понятно? На чем вы ознакомите? На тренинге, онлайн-тренинг. Понимаете, что это такое? Ну, да, да. Отлично, еще раз представлюсь, Денис, меня зовут Вадим Бабеня, мне 32 года, я тот человек, который тоже когда-то был новичком, но, как видите, рассказываю и показываю, как устроено и как работает биржа, как здесь люди зарабатывают и как здесь вы заработаете. Вам все понятно? Да. Отлично, проведу тренинг в режиме онлайн, вам будет удобно через компьютер, как я понял, правильно? Да. А подскажите, Денис, а сколько вам лет? Мне? 40. 40 лет, да? Да. То есть, получается, вы говорите, что сидите дома, вы не работаете сейчас? Нет, я не работаю, я получаю, ну, побался, ну, от государства. От государства, да. Вот, ну. А сколько получаете от государства? Ну, хорошо, получаю, там, 700 евро получаю. А это, получается, вам пособие оплатят за то, что вы болеете? Да, да, да. А до этого, получается, нигде не работали? Не, а я не могу работать. Ага, а можете рассказать про свою болезнь, а то я, ну, не совсем имею представление? Ну, триммер у меня, триммер. Ну. Вот. Я не знаю, как, ну, триммер, это вот, ну, вот, трясутся, там, вот, ну, руки, ноги. Ну, понятно, понятно. Вот, ну, как, на коляске я. Вот. Я понял, но, в принципе, компьютером вы можете пользоваться, правильно? Ну, да, могу. Ага, понятно, Денис, а вот вам, ну, 40 лет, семья у вас есть или вы как? Не, нету. А с кем живете? Я с мамой живу. То есть, мама за вами следит, помогает вам правильно? Да, да. И вы решили вот через международные финансовые рынки зарабатывать в дальнейшем на жизнь, правильно? Как коляску я хочу с электроприводом. С светоприводную коляску? Не, не, с электроприводом. Электроприводную коляску. Как коляска с электроприводом. Да, я понял, понял. Вот. А, то есть, она получается, будет на электричестве, то есть, аккумулятор, правильно? Да, с джойстиком, джойстиком. Ну, грубо говоря, как собственное, такое вот, мини-транспортное средство, правильно? Ну, да, да. А с какой скоростью она будет? Ну, правильно вы считаете, любите на улице поездить? Я не знаю, ну, ездит она. Ага. А сколько она стоит, не интересовались? Нет. Да, дорого. Не дешево. А откладывать на нее стали? Да, да. А много уже собрали? Две тысячи. Две тысячи евро? Да, да. Ага, то есть, первостепенная цель, это, получается, приобрести коляску? Да. С электроприводом? Да. Ага. Понятно, хорошо. А вот вы с мамой разговаривали, что собираетесь в такую сферу, получается, зарабатывать? Или это ваше осознанное решение? Мою, я 18 лет-то мне есть, зачем мне мама? Ну, просто обсудить, это так, просто интересуюсь, ни в коем случае, не хотел как-то обидеться, еще что-нибудь. Нет, не спрашивал я у мамы. Ага, хорошо, Денис. Получается, в принципе, с вами немножко познакомились, скажите, вот, сколько бы вы хотели на первоначальном этапе зарабатывать от дополнительного заработка? На коляску я хочу заработать. Ну, вот, а сколько вы хотите, чтобы вот в первый месяц, чтобы была прибыль, какая вот? Не знаю, у меня цель коляску купить. Ага, а когда коляску купите, то потом что будете собирать? Надо сначала коляску купить, потом подумаю. Ага, скажите, Денис, у вас с дома есть интернет, правильно? Да, конечно. И, как вы сказали, компьютер, и сейчас обладаете свободным временем, правильно? Да, да, ну, время у меня много свободного, ну, когда я не сплю. Тогда, я понял, тогда давайте, Денис, сейчас с вами проведем наш тренинг, то есть я вам сейчас создам ваш личный кабинет, вот, зайдем в личный кабинет, посмотрим все актуальные разделы сайта, перейдем на платформу, познакомлю вас с платформой, с графиком посчитаем прибыль, и там в дальнейшем уже построим разговор, хорошо? Да. Отлично, компьютер у вас включен? Да. И интернет все подключено, правильно? Ну, интернет всегда подключен к компьютеру. Хорошо, Денис, тогда сейчас скачивайте программу на свой компьютер, вводите в ваш браузер, называется она Анидеск. Анидеск. А я пока создам вам ваш личный кабинет. Алло, это для удаленного, для удаленного доступа программы. Да, абсолютно правильно, это чтобы я видел, получается, ваш монитор, чтобы мы не на пальцах вам все объяснять, а чтобы более комфортабельный. Все-таки 21 век. Не, ну это удаленный доступ. А, да, да, вот эту программу скачивайте. Так, вы сможете управлять мной? А, нет, смотрите, если, ну, зачем мне что-то нажимать и так далее, вы же самостоятельный, все-таки, ну, умеете пользоваться компьютером, мышкой, правильно? Тут написано удаленный доступ. То есть вы мною сможете управлять. Смотрите, Денис, я буду видеть все то, что видит, что то, что видите вы на данный момент на мониторе, вот, вы будете видеть только мою мышку. И без вашего подтверждения, то есть в момент, если вдруг необходимо будет вам как-то помочь куда-то перейти или зайти, я попытаюсь назвать мышкой, у вас, во-первых, выйдет подтверждение, чтобы я мог нажать. Во-вторых, мне это не за чем, я привык больше объяснять, но чтобы вам было более доступно объяснять, мне необходимо видеть ваш монитор. Монитор можно через кайф видеть. Ага, то есть вы как, сомневаетесь или боитесь через эту программу работать? Да, да, боюсь через программу, да. Ага, ну ладно, ничего страшного, тогда будем на пальцах друг другу объяснять. Сейчас получается, сброшу вам в код ваш личный кабинет, ссылку на ваш e-mail, то есть заходите на e-mail кикукидс777-outlog.com, правильно, да? Да, да. Отлично, сейчас. Вошли на свой e-mail? Не, не, сейчас. Так, ну что, Филис? Сейчас, сейчас. Спам, это что? Что, ничего, это. Вот, отправил на ваш e-mail. Сейчас, сейчас. В проверяйте сообщения основные, если нет, то возможно сообщение может упасть в спам. Я вхожу на почту. Вот, да, есть. Отлично. Видите, там ссылка получается, limefx.org, мой аккаунт, видите? Сейчас, подождите, я открываю. Переходите по этой ссылке, и получается, увидите вход в личный кабинет, то есть электронная почта и пароль. Что, зашли на сайт? Сейчас, сейчас. Да, зашел на сайт. Отлично, у вас, что видите перед глазами? Перед глазами, ну, вот, в IT, электронная почта. Вот, нажимайте на электронную почту и вводите свою электронную почту, где указана электронная почта. Да. То есть, вот эту, на которую я вам скидывал ссылку, то есть, kikukits777outlog.com Вот, вошел. Вошли в личный кабинет, правильно? Да, да. Что видите перед глазами? Личный кабинет вижу. То есть, написано личный кабинет, чуть ниже торговая платформа, логин, никнейм, баланс, правильно? Да. Вот, это непосредственно ваш, получается, аккаунт, то есть, ваш личный кабинет. Вот, то есть, когда нажимаете кнопку депозит, это пополняется торговый счет, вот, это переходит на платформу. Но это чуть попозже. Видим, слева у нас написано личный кабинет, депозит, вывод, личные данные, счеты, документы выйти, видите, да? Да. Отлично. Давайте нажмем с вами на депозит. Вот, я вместе с вами нажимаю. Да, нажал. Вот, видим, да, то есть, как вы уже поняли, мы сотрудничаем с визой Мастеркад, то есть, пополнение с этих карточек, вот. Да. И также непосредственно вывод, вот, вот с карточкой пополнили и на карточку вы вели. Понимаете, да? Да. Отлично. Кстати, у вас карточка виза или Мастеркад? Виза, карточка. Отлично. Смотрите, видите, слева, ниже, получается, вывод. Да. Нажимаете, и всплывает у нас три вариации дальнейшей деятельности. Новый запрос, открытый запрос, история запросов. История – это сколько раз вы выводили деятельность, средства и количество, открытые запросы – это на данный момент, какие вы запросы открыли. То есть, ну, чтобы вы понимали, транзакция идет через международные банки, занимает от двух до трех дней. Понимаете, да? Долго. Ну, три дня, это же не так уж и много. У нас быстро по Латвии деньги переходят. Ага. Ну, все-таки, международный уровень требует международных проверок и, соответственно, два-три дня. Да. Вот. То есть, ну, точно, должны понимать, если нажмете пятницу на вывод, то придет вам в понедельник, во вторник. Понимаете? Ну, да. Да. Так как через выходные. Вот. Так как у банков по всему миру выходные. Вот. Но у всех разные временные рамки, поэтому от двух до трех дней. Вот. Нажимаете на новый запрос. Да. Вот. И получается, пожалуйста, введите сумму, которую вы хотите ввести, в последующем вводите и нажимаете снятие. И приходит к вам на вашу же карточку, которую вы указывали в депозите, ну, перед тем, как вкладывали денежные средства. Понимаете, да? Да. Вот. Минимальная сумма для снятия – это 50 долларов. Ниже не получится. Вот. 50 и выше. Вот. Чтобы вы потом не волновались или не звонили, не говорили, почему я не смогу, не могу ввести 13 долларов. Да. Понимаете, да? Да. То есть, мы смотрим дальше, нажимаем на личные данные. У меня евро, у меня не доллары. Евро. Евро, да? Ничего страшного при пополнении торгового счета. Получается, оно переводится по оптимальной... По оптимальной котировке валют. То есть, в переводе. Да. Для вас. Да. Вот. Так что, за это можете не переживать. Нажали на личные данные? На личные данные? Да. Получается, у вас слева идет личный кабинет. Депозит, вывод, личные данные. Да. Нажал. Нажали. Видите, личные данные. И изменить пароль. Изменить пароль. Да, в последующем меняете пароль на свой. Сразу советую, получается, записать на какой-нибудь листик, что тоже не звонили, не говорили, что я забыл пароль или еще что-нибудь. Ну, все-таки это ответственный момент. Понимаете? Да. Отлично. И личные данные. Это в последующем все-таки ваш личный кабинет. Тут вы сами заполняете и указываете всю необходимую информацию. Вот. Смотрим, получается, вверх. Слева в углу у нас написано LimeFX. Сверху инструменты. Трейтерам обучения, акции и предложения. Документы. Видим, да? Нету у меня такого. Нету, да? Получается... А, вот, вот. Сейчас я нажал три. Вот инструменты. Инструменты трейтерам обучения, акции и предложения. Документы о компании онлайн-ТВ. Правильно? Да, да. Вот. Наведите мышку на документы. Навел. И, получается, у вас выскочило окошко. Правильно? Да. Пользовательское соглашение о предупреждении о рисках, политиках компенсационности и аккредитации клиентов. Правильно? Да. Вот. И глазами вниз на свидетельство о регистрации. Да. Нажимаем. Угу. Вот. Получается, у вас появилась другая откладка. Правильно? Свидетельство о регистрации. То есть, видим документ. Правильно? Да. Маршевые острова. Вот. Листаем ниже. Получается, под документом. Белый фон меняется на черный. Правильно? Да. И, получается, видим, получается, на черном фоне. Справа, получается, Facebook, Twitter, поиск, знак Visa Mastercard. Правильно? Да. И, возьмем взгляд левее. И, видим, получается, посередине, белый на черном фоне, CRF, RU, 0395, AAV, 0169. Правильно? Да. Отлично. Наводим на нее и нажимаем прямо на вот эту вот надпись. И у нас появляется новая вкладка. Правильно? Да. Российский флаг. Да-да-да. Абсолютно верно. Это, получается, следующий сертификат. То есть, два документа, которые необходимы для брокерской компании. Которые очень важны. И в случае потери компания несет огромные убытки. Компания может потерять эти сертификаты только в том случае, если со своей стороны как-то неправильно поступила по отношению к клиенту. Но, как видите, документы все у нас есть. Все-таки, как я вам говорил, уже более шести лет существуем на международном финансовом рынке. Понимаете, да? Отлично. Закрываем вот эту вот, получается, вкладку, которая появилась. То есть, сверху нажимаете на крестик. Нас возвращают обратно на наш сайт, где мы разбирали личный кабинет и переходили на сертификат. Правильно? Да. Отлично. Давайте, получается, вернулись, правильно? Да, вернулся. Вот, колесиком поднимаемся вверх, вот, и нажимаем, получается, сверху вернуться на предыдущую страницу. Ну, в верхнем левом углу, стрелочка вправо-влево, мы нажимаем на левую, пока перед нами не появится наш личный кабинет. Вот, то есть, вернулись и перед вашими глазами сейчас личный кабинет, правильно? Да, да. То есть, что, перед вами личный кабинет, слева, как мы с вами и просматриваем, личный кабинет, депозит, вывод, личные данные, правильно, да? Да. Отлично. В правой стороне монитора, то есть, где указана торговая платформа, логин, никнейм, баланс и видим две кнопки зеленые, депозит и вход. Видите, да? Да, да. Нажимаете на кнопку вход. Вход. Отлично, вот я вместе с вами перехожу, войти в любом случае, появится окошко про те обучения, вам это ни к чему, с вами я на связи, нажимаете на крестик. У меня грузится. Грузится, да, ну ничего страшного, подождем. Так, колык-бас. Просто понимаете, Денис, вот через программу было намного проще, я бы просто видел, вот ваш монитор, и было бы проще вам объяснять, чем через, на пальце, через вот так вот вам, что вы видите, туда нажмите. Все, все, вошел я, да, показывает у меня. То есть, все, у вас перед глазами график, видим красные и зеленые линии, правильно? Да. Отлично, язык у вас повсюду, английский или русский? Русский, русский. Да, отлично, отлично. А на самом графике, получается, если, ну, смотреть на график, на самом графике в верхнем левом углу... Евро и УСД. Правильно, это валютная пара евро к доллару, то есть валютное соотношение. И это соотношение в различные периоды времени отображается на графике. Как видим, оно падает вниз, видите, да? Да. Отлично, графику вернемся чуть попозже. Давайте обратим внимание на левую сторону монитора, под LimeFX. Чуть ниже написано поиск, а чуть ниже у вас должно быть указано, получается, либо избранный, либо все инструменты, либо популярная, либо валюта, правильно? Где? В левом верхнем углу, LimeFX, поиск, и потом идет, получается, следующее, как строчка, и у вас возможны варианты... Все инструменты. Инструменты, да? Все инструменты, да, инструменты есть. Да, и все инструменты. Отлично, нажимаете на все инструменты, и видим, что у нас всплывает окошко, избранные все инструменты, популярные, валюта, товары, и все акции, и криптовалюта, правильно? Да. То есть, это в последующем все возможные инструменты для торговли, но так как вы новичок, будем начинать с валюты. Понимаете, да? Да. Отлично, нажимаем с вами на валюта. Это в последующем, чтобы просто не терялись, как находить валютные пары. Нажали, да? Да, нажали. Наша окошко пропало, правильно? Какое? Сверху, ну, получается, у вас теперь сверху LimeFX, поиск, и чуть ниже указано знак доллара и валюта, правильно? Да, да. Отлично. А под словом инструмент, и тут различные валютные пары, правильно? Ну, какой-то зар, джипей, джипей, это китайская иена, а зар, я не знаю, что это. Ничего страшного, в последующем с экспертом все это обговорить, в будущем будете знать. Вот, получается, и вот здесь, в последующем ищите ту валютную пару, которую вам укажет ваш личный эксперт. Но так как у нас евро к доллару уже на графике указано, нам сейчас не придется это делать, сейчас посмотрим, получается, на графике сверху видите 1M, 5M, 15M, 30M, 1 час, 4 часа, 8 часов, 1 день, 1 неделя. Видите, да? Отлично, на данный момент укажите на 4 часа, то есть оно должно быть подсвечиваться синеньким, у вас так или на другом? Все, указал 4 часа. 4 часа, да, отлично, то есть график обновился, правильно? Да. Отлично, теперь идем, получается, на правую сторону нашего экрана, то есть торговой платформы, и видим, получается, сверху, в правом углу у нас накажен, человечек нарисован, это ваш аккаунт, и видим шестеренку. Да, есть. Вот, в последующем, если вдруг зайдете на платформу, нажимаете на шестеренку, у вас всплывает окно, здесь можете поменять тему и язык. Какой вам, получается, если выбить на английский, поменять на русский, чтобы было более понятно? Латышский нету. Нету. Ага, у вас, получается, выдает язык, русский, английский, правильно? И английский, да. Да, ну, в основном нажимают на русский, чтобы более понятно было. Вот, обратно закрывать все это окошко, получается, на крестик. Да. На самом окошке закрыли, да? Да. Отлично, получается, это все, в принципе, с правой стороной. Давайте теперь разберемся с нашим графиком. Вот, получается, вы когда нажали на 4 часа, он обновился. Теперь, давайте наведем на наш график, то есть, немножко его приблизим. И получается, посмотрим, наводите мышку на график и колесиком вперед. Каким колесиком? У меня нету колесика. Нету колесика на мышке? У меня мышки нету. Мышки нету, да? У меня ноутбук. Ноутбук, да? Да. Так, ноутбук, ноутбук, ноутбук. Попробуйте навести мышку на график и, получается, у вас на ноутбуке должно быть снизу на клавиатуре, под клавиатурой получается сенсор, где вы пальцем вводите, правильно? Ну да, да, конечно. Попробуйте поставить два пальца и развести в стороны, то есть, ну, как увеличить фотографию. Нет. Получилось увеличить график? Да, да. Вот, отлично. То есть, если нужно переместиться влево-вправо, нажимаете на график, удерживаете и передвигаете влево-вправо, куда вам будет удобно. Но желательно, как только нажали и передвигаете, то держите, получается, на одном уровне. Потому что поменяется немножко показатели справа. Вот, и смотрите, получается, когда вы наводите мышку, то есть, ваш курсор на ноутбуке на график, у вас, получается, появляется на графике пиметикулярные линии, правильно? Горизонтально и вертикально. Ну да. А у вас, получается, на 4 октября 5 ноября, 16 ноября снизу. А у вас? У меня 12 октября 16. 12-16, да? А справа снизу что написано? Ну, дальше, получается. Если вы сильно влево-впередвизуете, подвигаете еще раз вправо. Какое число? Вот сейчас у меня, я вижу, 25, 27 и 29 октября. 29 октября, да? А какое надо? Вот, получается, 29, 28, 28 октября. Да. Видите, получается, на графике идут сильные красные длинные линии вниз, правильно? Да. Вот, отлично. Давайте разберем этот участок графика. 1,6. 1,5. То есть вы, получается, наводите мышку, то есть курсор, на верх, на момент этого графика, то есть 28 октября, правильно? Да. На одну сотую, получается, упал всего лишь. Одна сотая. Смотрите, получается, наверху, то есть слева видим зеленая, вверх идет, правильно? Ну, да. Вот. И справа идет первая маленькая красная, потом зеленая, потом раз, два, три, четыре больших красных, правильно, да? Ну, да. Отлично. И, получается, когда мы наводим на первую эту маленькую красную сверху, у нас снизу пока 28 октября, и сколько у вас время показывает? Что? Время? Какое? По вертикали, по вертикали на графике, у вас вниз, видите, глазами проводите по вертикали, должно появиться 28 октября, а на 28 октября сверху время указано. Ну, на зеленый, если 28, то 13.00, если на красный, то 19.00. Отлично. У меня показывает то же самое. Значит, мы с вами смотрим практически на одно и то же. Вот. Это получается 19.00, 28 октября, и теперь на этой пипедикуляре, которая на графике, по горизонтали ведем взгляд справа, и видим, получается, цифры 1.16833, правильно? Да, я же говорю, на одну сотую упал всего лишь. Отлично. Давайте с вами посчитаем, сколько бы мы могли заработать на этом движении, если бы вы уже торговали, образно, 28 октября. Нисколько не заработали бы. Ну, почему же? Давайте посчитаем. Смотрите, на видите, получается, помните, где я вам говорил, нарисован человечек, то есть ваш аккаунт, потом настройки шестеренка, и в правом углу, ближе к концу, ну, ближе к краю монитора указаны три вертикальные точки, правильно? Да. Нажимайте на них. Нажал. И выскочило окно. Инвестарена, калькулятор прибыли, торговые часы, правильно? Да, да. Нажимайте, нажимайте на калькулятор прибыли. Нажал. И у вас появляется, появилось окошко калькулятор прибыли, правильно? Да. Отлично. Давайте его передвинем влево, ну, если вдруг он у вас выскочил на графике, либо справа, передвинем влево, чтобы он не мешал. Передвинули влево. Передвинули, да? Отлично. У нас на нем указано тип инструмента валюта. Да. Инструмент евро к доллару, то есть валютная пара по отношению евро к доллару, правильно, да? Да. Кредитное плечо 1,200, правильно? Да. Купить, продать и цена открытия, правильно? Да, и цена закрытия. Отлично. Цена открытия, как мы с вами посмотрели, 28 октября в 7 часов вечера, указано 1.16833. Да. Эту цифру указываем в цена открытия в нашем калькуляторе прибыли. Ага, 1. Вот, стирайте те данные, которые там были написаны, и указывайте 1.16833. Да. Указал. Указали, да? Да. Отлично. Теперь давайте посмотрим, получается, вот красная маленькая, зеленая маленькая, потом большие, 4 красных, правильно? Ну да. И это получается у нас 29 октября, сколько у вас время показывает? 15.00. Отлично, значит, мы, как я говорю, вместе смотрим на одно и то же. И смотрим вправо, сколько валютное соотношение евро к доллару указано? 1,15511. 1.15511, правильно? Отлично, это наша цена закрытия. Вот, это число ставим в цена закрытия в нашем калькуляторе прибыли. Да, поставил. Я вместе с вами прописываю 1.15511. Да. Вот. И получается, видим объем сделки сумма маржи, видите, правильно? У меня, значит, написано расчетная прибыль минус 661 доллар. У меня тоже самое написано. Смотрите, у вас под цена открытия, после той суммы, того числа, которого вы указали, идет объем сделки, правильно? Да, да, да. Вот. Видите, там 50 тысяч евро указано? Да. Вот. Нажмите на минус. Нажал. И нажимаете, 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 нажимаете еще раз, еще раз, еще раз, пока у вас не будет написано 10 тысяч евро. Написано. А справа 50. Да. А справа не будет написано 57 евро. Ой, доллары. Да, есть так. Правильно. Да. Смотрите, мы забыли указать одну важную вещь в нашем калькуляторе. У нас график с этими красными линиями, соответственно, двигался куда? Вниз? Да. Отлично. А у нас на калькуляторе указано, купить или продать? Купить. А необходимо? Продать. Нажимаете на купить, у вас выскакивает купить-продать, нажимаете на продать. Да. Получилась расчетная прибыль 132 доллара. Отлично. То есть, понимаете, да, что, грубо говоря, почти за сутки, если бы вы открыли сделку со своим экспертом, при минимальном депозите в 500 долларов, открыли бы минимальную сделку в 57 долларов, видите, да? Ну, нельзя же с одной сделки рисковать 500 долларов, понимаете, да? Вот, поэтому, начинаем с минимальной сделки, с минимального депозита в 57 долларов, за сутки, за сутки вы бы заработали бы с одной сделки 100, 113 долларов, правильно? Нет, тут же написано с 10 тысяч. А, подождите. Объем сделки 10 тысяч, это с 10 тысяч можно заработать 132. Нет, нет, это получается с 10 евро. А смотрите, справа у вас 57 долларов, у вас торговый счет будет в долларах. Вот, то есть, сделку вы открываете с 57 долларов. То есть, это ваш залог в сделку. Вот, а если мы посмотрим на наше кредитное плечо, то там указано соотношение 1 к 200, видите, да? Да. То есть, наша компания, получается, чтобы вывести вашу сделку на международный уровень, ваши 58 долларов умножают в 200 раз, и получается там чуть более 10 тысяч долларов, понимаете, да? Да. Вот, и она вывозит на международный уровень и торгуется уже на международном уровне. Вот. То есть, это целевое увеличение вашей маржи, чтобы вы вышли на международный рынок. То есть, если бы вы с этой сделкой, получается, ушли бы в минус, допустим, на 10 долларов, да, то ваши бы вот эти вот 58 долларов, с которыми вы открыли сделку, они бы вам вернулись, потому что ваши 58 долларов – это как ваш залог на открытие сделки, понимаете, да? Да. Отлично. Вот. То есть, видите, да, в течение суток можно было бы заработать при минимальной, получается, в 57 долларов. Сколько у вас указано на расчет на прибыль? Сейчас 22 почему-то. Ого, это потому что обновили калькулятор прибыли. Ну, вы, наверное, закрылись, зашли заново, правильно? Наверное. Вот, и поменялись цена открытия и цена закрытия, правильно? Да, да. Вот. При этом, при чем, что мы с вами бы, Денис, открыли бы только, получается, одну бы сделку. А представьте, что, ну, с экспертом вы бы открыли бы три сделки на этом движении. Понимаете, да? Ну, пускай хорошо там засомневались бы и раньше бы закрыли, но не заработали 132, а заработали бы 80-90 долларов. Понимаете, да? Да. Отлично. А как вообще, почему происходят такие движения на рынках? Ну, я думаю, вы понимаете, Денис, что выходят различные экономические новости. Вот. И к такому движению могут привести только редкие экономические новости, которые выходят либо раз в неделю, либо раз в месяц. Понимаете, да? Да. И на фоне того, что в Европе закрывается... Было 29 октября. Сейчас я вам скажу. Просто что сейчас, получается, если слышали, по Европе, города, страны Европы, получается, закрывают на карантин. Так как коронавирус усиливается, опять же встречают меры. В то же время, как в Америке растет экономика. Ну, сами понимаем, что доллар – это же национальная валюта Америки. Правильно? Да. Вот. И так как выходит отчетность о том, что в США, как, допустим, в Европе сейчас закрываются страны на карантин, то есть города на карантин закрываются, а в тот момент в США, получается, выходят данные по открытым рабочим местам, то есть безработных становится меньше, люди платят налоги, казна растет, экономика Америки растет, и, соответственно, доллар укрепляется по различным парам. Понимаете, да? Нет, я же живу в Европе, нормально все у нас, ничего не закрывается. Ну, вы же живете, получается, где, в Латвии, правильно? Ну, да. Вот, но все равно же есть какие-то значения. Ну, какие, ну… Это ж не обязательно только ваше, город. Ну, так я в Риге живу, это ж столица. Все нормально у нас. Вот, но все равно, в принципе, понимаете, Денис, что приводит к движениям на непосредственно графике, правильно? Ну, да, я вот только не понимаю, что могло случиться 29 октября. Ну, я же вам говорю, что, получается, в Америке выходят показания, что рабочих сменей становится больше, безработных становится меньше, экономика растет. Понимаете? Наверное, не знаю. Ну, почему 29-го? Ну, если вы возьмете, получается, так же, как я вам говорил, отдалите график, то увидите, что, в принципе, доллар кричает по отношению к евро, и если мы посмотрим на самую верхушку, то с 3-го сентября евро по отношению к доллару постепенно, постепенно, постепенно падает вниз. Пятница была, 29 октября. Отчеты по среду в Америке выходят. Хрень какая-то. Хэллоуин приближался. Что-что говорите? Хэллоуин приближался. Ведьмин праздник. Ну? Да. То есть тоже в курсе, что скоро черная пятница, правильно? Нет, был Хэллоуин уже. Хэллоуин был. Ну, да, да, правильно. В ту пятницу, которую мы с вами рассматривали. Хэллоуин не в пятницу. Хэллоуин последнее. Ну, приближался. В воскресенье. В воскресенье последнее октября. Хэллоуин всегда. Тогда ведьмин праздник это. Ну, да, да. Вот. То есть, понимаете, да? Да. То есть, за сутки могли заработать. Где мы с вами писали, получается до 130 долларов, правильно? Ну, да. Вот, отлично. Теперь, Денис, смотрите, у вас листик и ручка есть под рукой? Нету. Нету, да? Нет. Тяжело вам будет найти? Мне ехать надо. Ну, ладно, тогда ничего страшного. В другой раз экспертом подготовитесь уже непосредственно, когда будете работать, если это будет вам необходимо. То есть, ну, чтобы вы понимали, первоначальная задача наша, это научить не терять деньги, а потом уже приумножать ваш капитал. Ну, понимаете, да? Да. То есть, первое правило управления капиталом, это три к одному. То есть, отношение прибыльных сделок к убыточным. То есть, когда вы открываете сделку, вы устанавливаете стоп-лост и тейк-профит. Это ограничитель убытка и фиксатор прибыли. То есть, вдруг, если вам, допустим, сделка выпадает на то время, когда вам необходимо выпить таблетки и спать, то есть, вы открываете сделку и указываете фиксатор прибыли и ограничитель убытка. Ограничитель убытка, это всегда, когда доходит цена до минус 10 долларов. Да. Вот. А тейк-профит, то есть, фиксатор прибыли, там уже устанавливаете по кассировке эксперта. То есть, 20, 30, 40 долларов. Понимаете, да? Но в основном это диапазон от минус 10 до плюс 30, 40. Да. Понимаете, да? Да. Понимаете здесь? Да, да. Отлично. Денис, подскажите, вот у меня к вам получается пара вопросов. Это получается первый. Все ли я вам доступно и понятно объяснил? Ну, объяснили, да. Нормально. Отлично. И второй у меня вопрос чуть-чуть между нами. Откровенно скажите, Денис, вам, вас бы заинтересовало сотрудничество с такой вот мировой компанией, с таким уровнем сервиса и такой поддержкой от нас? Да, заинтересовало. Отлично, Денис. То есть, в принципе, для вас сумма в 500 долларов, это вполне адекватная для начала, правильно? Да. То есть сейчас готовы пополнять торговый счет, правильно? Да. Отлично, Денис. Тогда переходите, получается, на свой личный кабинет, то есть у вас здесь открылась отдельная вкладка на сам график, правильно? Ну, да. Вот, а сверху у вас должна быть, получается, быть открыта вкладка, где ваш личный кабинет, правильно? Мой аккаунт? Да, 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 торговая платформа, то есть логин указан в вашем эмэйл, правильно? Личный кабинет, мой аккаунт. Ну, смотрите, у вас сверху должно быть две вкладки, получается, LimeFX, то есть один это с графиком, а чуть левее должно быть, получается, ваш личный кабинет, через который мы заходили на график, правильно? Ну, вот я сейчас вот в моем аккаунте. То есть на LimeFX, правильно? То есть у вас слева личный кабинет, депозит, вывод, личные данные, состояние счета, документы выйти, правильно? Да, да. Вот, и перед вами указан личный кабинет, торговая платформа, логин, никнейм, баланс, правильно? Да. Вот, и нажимайте на кнопку депозит. Нажал. Вот, отлично. У вас получается, высветилась, получается, карта, да? Да. Вот, ведь понимаете, какие необходимо данные вести, правильно? Номер карты, да. Отлично. А потом снизу получается размер депозита, то есть указывается 500 долларов, понимаете, да? Размер я не вижу. А, ну, чуть-чуть вниз пролистите, получается, вот, у вас идет 3D секунды, секунды, да? А, да, 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 да. А, новая карта, номер карты, дата, владелец и CV-код, понимаете, да? Да. Отлично. Карта, вы как говорили, у вас виза или мастер-карт? Виза у меня. Виза, да? Отлично. У вас сейчас на карте есть 500 долларов? Ну, как вы говорили, там, евро. Так, я же вам объяснял, что пополнился по курсу. Евро, евро есть, да. Евро, да? Да. Хорошо. Получается, вводите сейчас номер карты, вот в этом пуском. А, скажите, а какой у вас банк? Банк какой? Цитаделла. Вот, сейчас, получается, вводите данные карточки, вот, и я, получается, подключу вас к специалисту финансового отдела, чтобы более подробно вам объяснил вот эти моменты. Хорошо? Какую, да. Ну, то есть, вводите номер карты. Да, да, алё, Денис. Да, да, щас, щас. Сейчас, наоборот. Хм. А, щас. вообще покупки в интернете я нет получается да тут сейчас тут надо заполняют город да хорошо что значит на каком этапе да конечно так да 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 ну да я помню индекс да а у меня написал invalid card number or care time is not support please check credit card number так а у вас карта виза или mastercard виза у меня начинается на четверку верно 48 начинается так хорошо значит вы где то ошиблись с номером карты посмотрите вы внимательно ввели 16 цифр сейчас еще раз попробую тогда где а вот вернуться чего ты не хочешь я еще раз за заново ввожу я до да вот владелец карты вы пишете да то есть получается английскими буквами не латвийскими а английскими вот три цифры с обратной стороны карта да там три цифры да да вот он мне опять на город перекинул да 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 ну все теперь депозит жму да опять он мне написал invalid card number or care time is not support please check credit card number так сейчас одну секундочку подождите я никуда не уеду нет ну как я служу второй раз вводил ну так что есть не даю доступ суп но и управляли нельзя мной управлять мне мама говорила что тобой нельзя управлять вот я вот пытаюсь да я ввожу вот сорок восемь девятнадцать шестнадцать девятнадцать десять двадцать три 21 11 но я же ну правильно все делаю цитаделы у меня цитаделы цитадель знаете как никто не пробьет до виза до сорок восемь до начинается же виза у меня рига у меня рига и да и штат я рига вела не а даже но вас рига ну конечно в 10 57 я же не совсем дурачок то ну нельзя управлять нельзя мной управлять я же вижу экран я же ну вижу я тоже не понимаю какая ошибка ну как это не отображается я же не не дурачок ну ну давайте третий раз давайте бог любит троицу знаете как вот сейчас да что почему новую а что значит новый у меня одна карта ну да да а где надо так у меня не новую у меня давно она уже эта карта моя как нет да у меня уже следующем году она заканчивается какой у меня настоящая карта ну ну как нет ну зачем вы со мной сейчас спорить это но вы что ну я же не дурачок у меня настоящая карта вот она пластиковая в руке я говорю про макет шаблона карт на сайте вы видите да то есть как бы какой макет я на сайте нахожу вот тут написано виза виза тут написано вот 3d secure я там ввожу вот номер карты вот сорок восемь девятнадцать шестнадцать девятнадцать десять двадцать три двадцать один одиннадцать ну вот и вот ввел я все вот это все конечно 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 дженнис каспорт ну ну хорошо а три цифры с обратной стороны написали да написал вот размер депозита 500 написал продолжить жму да продолжить все он мне выкинул 3d secure информация платежа вот имя фамилия вот тут все вот ну вот все тут записано так опять он мне это тадо же блять на нахуй мне это деревня ну ну уже сил не хватает у меня же рига я же ну ну куда там там чипсы делают кстати вы любите чипсы кушать в смысл в прямом чипсы любите ну чипсы что ну вот ну вот в адыжах чипсы делают у нас чипсы понимаешь ну да да он мне адыжи просто я не знаю как как кто у вас там это адыжи выкидывает там чипсы делают ну я пишу все время рига а у меня адыжи опять этот чипсовый завод то ну ну да ну почтовый индекс lv ну 10 57 ну ой да ну все ну депозит депозит да нажимаете депозит все вот нажал он мне ну крутит опять он вертит ну опять он мне пишет invalid card number or card tape is not support please check in credit card number ну как я не ввожу третий раз уже вводил а у меня тут все invalid card number or card tape is not support please check in credit card number хорошо что не пишет саск майдик интересно что интересно почему он так не пишет потому что наверно не умеет что не умеет писать что он так не пишет саск майдик саск майдик не пишет ну он пишет инвалид card number or card tape is not support please check card credit ну а теперь у меня скажите Денис кто ваш настоящее имя или Игорь вас зовут О, нихуя! А вам даже, сука, не стыдно, блядь, обманывать, да? Инвалидов в коляске, а? Каких инвалидов в коляске? Волосатые. Ну, вот таких вот, ну. То есть вам вообще, у вас совести нету, да, вообще там на Украине? Вы проебали её, нахуй, или что вы сделали с совестью-то, а? Вам срать, да? Игорь, Игорь, Игорь. В чём проблема? Проблема вашей совести. Вас же придурки выебут за инвалидов-то, а? Вы понимаете, что на зоне даже вас, на украинской выебут? Ну, придурки вы, а? Вообще совести нету? Да, вы мне скажите, в чём проблема? Да решил я вот вас проверить, вас, дебилов, ну, как вы отнесётесь к инвалидам? Думал, ну, может быть, сыграет совесть, что инвалид человек в коляске. Неа, нифига, вообще ничего святого, да? Ты же сам, сам будешь инвалидом, как твой товарищ, который перед тобой звонил, понимаешь? И вас тоже никто не пожалеет. Только у вас деньги у дебилов никто не выманет, потому что у вас их нету. Ну, просто, я, понимаешь, я в шоке, вот, понимаешь, вот, целый час я вам голову дебилом слился, урод, а? Я надеюсь, ночная премьера вам понравилась. В конце произошёл, конечно, разгон мошенников, но всё равно, как вы понимаете, совести у этих мошенников нету. Если бы подписчик их не остановил бы, абсолютно ничего бы не мешало им обмануть человека. Инвалид, не инвалид, ребёнок, им вообще без разницы. У этих людей принципов нету абсолютно никаких, поэтому... Что нужно сделать? Нужно распространить ролик среди своих друзей, знакомых, товарищей, чтобы никто не попадался на ловки этих лохоброкеров. Желательно вообще социальную рекламу с такими роликами делать. Вот, также можете подписаться на канал, написать комментарий. Это помогает нам продвигаться в топ Ютуба. Вот, ну, это всё, что я мог вас попросить сейчас. А также могу попросить вас ещё подписаться на меня. Я ведущий канала Влад Фьера, делаю страшные истории на ночь. И советую вам на меня подписаться. У меня довольно-таки, ну, вроде как неплохая, надеюсь, и дикция стала в последнее время. Вот. И я надеюсь, что у меня получится вас заинтересовать своим контентом. Ссылочки на меня будут в описании. Всем добра желаю я. И, наверное, спокойной ночи, у кого вечер или кто смотрел днём. Просто пока-пока. Всем до встречи.